я хочу вернуться к мобилизованным да значит у нас есть видеозапись она сейчас везде разошлась ты наверняка и увидел как генерал оказался у казанских мобилизованных и и кто-то выложу на телефон я просто хочу чтобы на нее посмотрели наши зрители и мы с тобой там все ты увидел наверняка от записи да но сейчас мы покажем но и все видели она очень интересна потому что это то что мы предвосхищали вот прям картинка и прям вот давайте посмотрим вопрос и ответы где ответы как тумбочку делать и зарвали кубарь а я пошлите домой нагнали сюда шатай режим и и и и и и Тихо! Барни, потище! Барни, тихо! А вот расписание вот там, где? Подромче, Валенька! Мы ночью узнаем все! Мы приходим здесь, здесь по полчаса стоим, охраняем эту воду, чтобы не пойти в отводы. Вот, смотри! Вы нам отвечайте на вопросы, а не другие люди! Вы же нас считать приехали! Вы за свиней охните! За свиней! Это вы по суету навели! Подойди, подойди братан! Кипиш вы навели! Ваша вина! Генерал! Отвечка нахуй! Ты же знаешь, куда нас отправляешь! Генерал! В тепле жопу сидеть будешь, бать! Генерал! Если отвечку убирать надо! Наши кротку обозвали, обозвали! Генерал! Извини! Пацаны, ничего так губ! Генерал! Х dell constituents! Генерал! Финяк! Хуй ты одел погону! так ну вот почему это интересно для обсуждения потому что этих записей много это не одна то есть мы доскать уже насмотрелись такого но в чем ее прелесть в кавычках соскать буквально ладно там они дрова требует понятно что это огромная масса неуправляемых людей не дисциплина но отсутствие всякое уважение к командиру да то есть ну в данном случае высшим конечно здесь офицеры старшие офицеры генералы у него там в свете полковники сжим презрительным уничижить надо толпой конечно поодиночке страшного тенка и звучат вещи прямо скажем такие что вчера тебя участковый мог и псти так по русски говоря а сегодня ты можешь генерала проводить прям на херах понимаешь вот мне просто интересно из армейского опыта ведь такие части никогда на фронт не отправляют вот из такой вот творится их как по разным местам потому что или наоборот от них не будет или наоборот да чтобы быстрее сразу на передовую и ухлопали боевые решили не решили другим урок другим наука а другим наука так что посмотрим еще неизвестно как посмотрим а я не думаю что эта ситуация отличается от того что происходит в любом другом месте потому что проблемы материально колоссальные да а собственно мотивации я вот не обнаруживаю хоть они и печек просят или там дров но а как они будут как они будут вообще воевать как по практике может спрогнозировать вот дисциплину все остальное вот ты нам поясни это все очень разная марка недаром полк считался семьей всегда зависит от полка от конкретного подразделения какие-то настроения какой командир какие традиции сложились какой костяк есть мобилизованные которые довольно браво бегают в атаку наши уже видят но фишка в том что их очень быстро кладут таких бравых они они не не убиты да их очень легко гораздо легче чем кадровых например там прижущить и вот они очень сильно попали под раздачу несколько раз в разных местах именно потому что браво побежали в атаку а тут такая прекрасный спады не студенка значит пропадайся и кстати наши те кто на передовой линии говорят что по их ощущениям мобилизованных уже процентов 40 уже кировки уже она воюет процентов 40 в целом в целом по больнице брать цифры которая называет и путин и но у них разные цифры там от 70 до 80 уже на передовой но смотри 170 190 тысяч российских войск сейчас на театре значит и ну 40 процентов от них это получается где-то под 60 тысяч но чуть больше ну вот это похоже похоже во всяком случае в боевых столкновения говорят где-то процентов 40 мобилизован они первые первые ложат ну некоторые вы просто гробят на месте не под раздачу попадает они же накапываются то есть расположение на месте это тоже сложный вид боевых действий они не умеют этого делать и вести оборону сразу попадают раздачу и там характерно случаях их офицеры сбегают мобилизованными часто команды мобилизованной за ней за неимением и они не знаю что делать и просто бегут от гнева личного состава что на месте могут пристрелить в отличие от казань на фронте все быстро во втором а когда они пытаются заходить в атаке довольно браво бегут но это потому что непуганная крайняя страна непуганных идиотов они же не видели что это такое как бы на а тогда они же соображают куда они попали куда не побежали уже поздно уже поздно да ну несколько мне моим наши военные несколько описали таких ярких атак мобилизованных которые там очень плохо до не заканчиваются ну то есть какой из этого можно сейчас сделать вывод дальше будет хуже потому что они не успеют приобрести боевый опыт многие из них от этого успеют их останется просто очень мало в товарных не в товарных количествах скажем так а новых призываются они жить их обеспечить не могут чем ставка на мобилизованных явилась переломом войне в войне или введением правила изменения условия игры это скорее оттягивание то есть на два-три месяца там чуть больше может хватит этого резерва дальше на не состоянии изменить ход ход во и ход и течение войны и 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